Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Я зачитаю сначала письмо, а затем мы его с вами разберем. Я дам какие-то мнения по этому поводу советы. Здравствуйте, Галина! Очень тронуто тем, что вы отреагировали на мою просьбу в комментариях к недавнему видео и оставили свой электронный адрес. Спасибо за ваше познавательное видео. Всегда смотрю с удовольствием. Мне много о себе. Меня зовут Наталья, мне 45, не замужем, детей нет, живу в Украине, работаю в университете преподавателем русского языка для иностранных студентов. В феврале познакомилась с турком на сайте знакомств. Ему 40, он вдовец. Жена умирала 3 года назад от рака. У него есть 3 маленьких сына, которые сейчас живут в Стамбуле с бабушкой. Он сам уже почти год живет в Украине, в моем городе и занимает руководящую должность строительной компании. У нас завязались очень теплые отношения. Он говорит, что очень любит меня и не представляет своей жизнью без меня. Я тоже его люблю. Он несколько раз делал мне предложение, я соглашалась, но не хочу торопиться. Я еще не видела его семью. Я не знаю, смогу ли установить контакт с его детьми, с его мамой. Он говорит, что у него замечательные дети и я им понравлюсь. Сейчас он уехал в Стамбул, чтобы повидать детей, маму и решить вопросы по бизнесу. Скоро должен вернуться в Украину. Все хорошо, но у меня мучает одна проблема. Дело в том, что он очень хочет, чтобы я родила ему дочь. Он на этом просто однозначно настаивает. Я не хочу ребенка. Объясню почему. У меня были отношения с мужчинами, хотя замуж я не выходила. Ребенок никогда не планировался. Я к этому привыкла и смирилась с этим. Да, я и сама особенно ребенка никогда не хотела. Кроме того, мне 45 лет. В этом возрасте забеременеть почти невозможно. После поздней беременности женщина может заболеть онкологическими заболеваниями. Дети часто рождаются с генетическими отклонениями, и я не уверена, что все это мне нужно. Но меня еще мучает то, что в Украине старородящие это всегда осуждалось общество. Начиная с отделения гинекологии, детского сада, заканчивая школой. Это всегда носить на себе какой-то отпечаток позора. Или такую женщину жалеют, типа, ой, она наконец-то родила. Ну ничего, что поздно. Или и она и на твоей улице будет праздник. Или часто говорят, зачем рожать в старости? Это очень тяжело. Большинство моих подруг категорически против того, что нужно рожать после 40 лет. Приводя примеры своих знакомых, которые сделали аборты или родили, а потом очень в возрасте, вплоть до 50 лет это происходило. И, в общем, это не стыдно. Никто не акцентирует внимание на том, что ты старородящая. Мой вопрос к вам заключается в следующем. В будущем мы все-таки планируем пожениться и переехать жить в Стамбул. Может мне стоит рискнуть и попробовать завести ребенка? Если я буду воспитывать ребенка в Турцию, то это будет не так стыдно и легче психологически. Действительно ли в Турции старородящие женщины не осуждаются? Пока я делю шкуру неубитого медведя, но мой турецкий мужчина скоро должен вернуться в Украину. И я думаю, что он опять поднимет этот вопрос о ребенке. Посоветуйте мне, что делать. И если вы со счет ненужным обнародовать мой вопрос в одном из видео, я не буду против. Очень бы хотелось услышать ваше мнение и мнение женщин, которые родили в 45 и не пожалели об этом. Большое вам спасибо. Так скажу, что тема довольно-таки интересная. Я в принципе сама не сторонница вообще этой истории про старородящих. По своему опыту скажу, что честно скажу, чем просто ты старше рожаешь, просто тяжелее физически, организм не так быстро восстанавливается, физически просто тяжело за ребенком ухаживать. Но если у тебя есть материальные средства на няню, на помощницу или еще на кого-то, почему бы и нет, и не попробовать, если тебе хочется ребенка? То есть я не вижу в этом никакого порока, ничего плохого и чего-то такого, что можно вообще человека за это гнобить каким-то образом, порицать его. Но по поводу Турции. Здесь я вообще не заметила вопросов к каким-то старородящим. Я, когда рожала, тоже была по меркам России старородящей уже. Когда там у нас до 25 или до 26 считаются они старородящими или когда там. В общем, понимаете, морально к этому каждый может в своем возрасте прийти, кто-то в 20 лет родит и будет с взрослой мамой хорошей, которая ответственная, а кто-то в 35 родит, и ребенок ей не нужен, и заботиться о нем не будет, и вообще, собственно, его кинет, пойдет и наплевать скинет там на нянь или на бабушек, и еще что, на папу. Это зависит индивидуально от того, созрел ли человек, созрела ли женщина морально к этой, потому что это ответственность за человека, и ты ее несешь до того момента, пока ему 18 лет юридически не исполнится. Ну а если ты хорошая мать морально, ты эту ответственность несешь до конца своей жизни, пока ты не умрешь. Ты все равно за ребенка своего будешь переживать и стараться ему что-то дать, как морально воспитать, что-то так и финансовое, помочь ему чем-то. Вот я вижу, что в любом случае до конца твоих дней ты будешь в ответственности за своего ребенка в любом случае. Именно вот это материнское сердце, когда ты любишь, и он тебе нужен. В России я отношусь негативно, у нас, я считаю, вообще неправильно, некрасиво себя вели в советское время гинекологи, врачи, вот эти женские консультации всякие, приемы гинекологов ужасные были, и в родах, в роддомах, да, вот это в термин старородящая, вот эта вся история просто отвратительна. Это крайне, это не поддерживаю, это унизительно, и это вообще, честно, какая-то, не знаю, дискриминация женщин. Это эйджизм, это по возрасту, ты, блин, ну ужас вообще, это клеймо просто, хотя, казалось бы, это очень-таки молодой человек. Я понимаю, что существуют медицинские термины, но общество не стоит на месте, и медицина развивается, и люди, и мы, и социумы, как бы надо к этому, скажем так, от этих клеймо и штампов уходить. По поводу Турции, здесь к этому, мне кажется, спокойно относятся, здесь некоторые рожают помногу детей, кто-то поменьше рожает, одного-двух, есть очень много семей, где один ребенок, это от финансового состояния семьи зависит, и также от их зрелости. Нарожать детей, скажем так, настрогать не очень трудно, трудно их вырастить, поднять на ноги, дать им достойное образование. И вот, например, как в Стамбуле, в большом городе, откуда ваш мужчина, да, здесь очень важно дать образование, здесь многие семьи молодые рожают, одного-максимум-двух детей, но они им дают хорошее образование, хорошую материальную базу, достойно их воспитывают. Нарожать четверых-пятерых и не знать, чем их кормить, это тоже легко сделать. Это от уровня социального людей зависит, и от их ответственности за это, от воспитания, короче говоря, в семье. Ну, здесь есть и семьи, которые рожают по очень много детей, потому что они живут больше в основном своим табором, скажем так, кланом, им помогают тети, дяди, бабушки, и они там все сообща решают в своей семье, они не самостоятельны, довольны, они живут за счет вот этой помощи семейной. В этом есть свои плюсы, кому-то это, кого-то устраивает, но я так скажу, что это не европейский менталитет, нам это немножко будет чуждо, да, когда тебе, скажем так, ногой придет, пнет дверь, откроет любая тетка, дядька, свекровь, там, родственница, сестра, мужа, и делать будут в твоем доме то же самое, что и в своем, то есть своего личного пространства, своих каких-то семейных границ в таких семьях нет, и для нас это довольно-таки, для европейских людей неприемлемо, для большинства это тяжело, к этому адаптироваться привыкнуть можно, но через какую-то ломку определенную. Ну, каждый сам для себя выбирает, да, если, например, у человека в семье на родине ему хотелось большую семью, а у него проблемы с родителями, или вообще семьи не было, с детского дома, то такие могут приемлить такую клановую семью, им, наоборот, будет это в кайф, это то, чего они всегда ждали, как они жили, например, в детском доме, коммунной общиной, все вместе, коллективом, такая большая семья, им будет очень приятно, они именно ищут таких отношений, и зависимых отношений от семьи, им это нравится, то есть каждый выбирает сам для себя. По поводу вас в частности, здесь двояко, вам нужно однозначно с собой разбираться, потому что у вас, скажем так, определенный страх есть, дело не в возрасте, это все страхи маленькие, как я говорила, которые обрабатывают один большой страх, возраст, что обо мне скажут, типа, это фу, и все такое прочее, я уже старая, я старородящая, вся эта история, типа, в Турции попробую, возможно, там по-другому относятся, дело не в... в Турции вам меньше лет не станет, вам так и будет в 45, вот в чем прикол, да? Дело не в отношении, дело в вашем страхе. Эти маленькие страхи, это отговорки от большого страха, на самом деле вы не хотите ребенка, у вас есть определенный страх, страх в вашем детстве, в прошлом, либо в проблемных семейных отношениях в вашем детстве, либо проблема доверия к мужчинам. Мы были в отношениях, в общем, вы не выходили замуж, замуж это скрепление себя узами, это определенная ответственность за себя, за жизнь другого человека, это определенный уровень отношений, да, когда именно штамп, что он дает? Он дает просто юридическую какую-то защиту, не моральную ни разу, но это подтверждение зрелости человека и его желание, в большинстве в нормальных случаях, да, подчеркну, некоторые неосмысленно это все делают. И скажу так, готовность, зрелость определенная человека, да, ответственность, ты готов взять ответственность за другого человека, делать семью. У меня никогда, у вас, вы соскакивали с отношений, до брака не доводили, это раз. Два, вы сейчас встретили человека надежного, но на самом деле у вас этот страх родов ребенка, нежелание, скажем так, свадьбы, серьезных отношений, вы от них бежите, а ребенок это как, скажем так, последствия, это результат серьезных отношений. Проблема здесь все-таки, скорее всего, в доверии базовом к мужчине. И сейчас вы встретили такого мужчину, которого бы вы, скажем так, готовы доверять, надежный. И вы поэтому подумываете, ваш страх немножко отступил сейчас назад, и вы подумаете, ну, может быть, попробовать в Турции это сделать? Нет, я же боюсь осуждения, оценки от окружающих, слов некрасивых, типа старородящие, а в Турции, наверное, этого нет, там же много детей в семьях у всех, к этому нормально отнесутся. Страх немножко отпустил вас, потому что вы встретили надежного человека, и вы сейчас немножко готовы, скажем так, пойти на уступки своим страхом, и попробовать это сделать с вот этим мужчиной, потому что он у вас вызывает доверие. Проблема в базовом доверии к людям и к мужчине в частности. Вы просто встретили того, кому вы можете доверить, и свадьбу вы захотели, у вас и до этого доходит, и ребенка, вы уже об этом стали подумать, допускать эту мысль. Ну, очень показательно то, что вы сказали, он несколько раз уже делал предложение, но как-то все, я не соглашалась, до свадьбы не доходило. Это ваши страхи. Кто хочет, тот уже доводит до конца, предложил, вы можете, вы колеблитесь. Вот в чем ваше дело, проблема. Вы боитесь, в принципе, вот этой ответственности, и семьи вы боитесь. А ребенок, это как вытекающие, скажем так, последствия этой ситуации, и брака, и свадьбы. Я вам так скажу, что если вы ничем не заморачиваетесь, то и в Украине, и в Турции у вас проблем не будет по поводу возраста. Дело не в этом, а просто в вашем базовом страхе доверия семьи. Это все ерунда, все отпадает. Вы просто сейчас обслуживаете, оправдываете свой страх. Но я честно вам скажу, как психолог, и по-женски, если вам этого не хочется, у вас есть свои причины на это, но вы не чувствуете, что вы этого хотите. А из письма я не услышала, что вы этого хотите. В письме я готова попробовать ради этого мужчины. Зачем рожать ребенка, которого вы не будете любить? У вас просто вы рожать через страх, идя на этот поступок, через страх, наступая на горло своим страхом определенным, тут либо 50-50, понимаете, либо ваш ребенок будет, ваша кровянушка, вы его увидите, вы его полюбите, вы будете очень ответственной, хорошей взрослой мамой, которая к этому осознанно пришла, и у вас будет вот это, да? Или вас преодолеет, ваш страх одолеет вас, ребенка вы любить не будете, он вам будет не нужен, и чувство может к нему не появиться. Это, скажем так, нормально, об этом не говорят, но это нормальные эмоции, которые убывают у женщин в силу своих страхов. Поэтому я бы вам посоветовала, как бы, если у вас есть к этому тяга, и вы об этом стали задумываться, это говорит о том, что ваши страхи перерождаются, вы эту мысль уже в голову себе допускаете, и вы на пути к этому, у вас уже есть этот запрос. Я бы вам посоветовала попробовать, там, родить, выйти замуж за него, расписаться, но план действий такой. Первое, вам нужно обязательно поработать с психологом. Парочка, тройка консультаций, может быть, за одну большую консультацию, вы должны разобраться в своем страхе, понять его причину, и вообще надо разобраться, может эта проблема решиться, готовы вы этот страх, я думаю, да, уже готовы, раз запрос есть, готовы ли решать эту проблему в себе, на горло наступить своему страху, посмотреть ему в глаза, вам психолог это поможет сделать. И с вот этой чистой, скажем так, совести решенной проблемой, во-первых, вступать в брак, сначала расписываться, а потом рожать. Это будет степ-бай-степ. Если вы к психологу сходили, вы поняли, вы готовы, вы делаете новый стаж, шаг, новая ступенька, вы выходите замуж, вышли замуж, немножко пожили вместе, там, полгода, год, например, вы поняли, что страх отходит, вы победили свой страх, вы не боитесь этого мужчину, вы не боитесь семейных отношений, вы берете ответственность, вы там, познакомились с его детьми и все прочее. Вам комфортно, вы можете рожать. Скорее всего, так вот просто медленно, потихонечку у вас это все сойдет. Если вы переживаете за возраст и за то, что я, типа, мне уже 45 лет, ну, ЭКО еще никто не отменял, а вот то, что болезни, рак, это тяжело, это, блин, ничего легкого не бывает, но, поверьте, хороших случаев очень много, это от человека зависит. Готовы вы найти, там, не знаю, риски на страхе или еще что-то или нет. Главное, чтобы ребенка любили, а не важно, мама будет ему 20 лет разницы или 40, важно, что ты дашь ребенку. Ты можешь воспитать, быть продвинутой, прогрессивной, когда тебе будет 60 лет, а ребенку 20. Вот в чем разница, ты понимаете? От тебя это все зависит, а не от возраста. Возраст это только цифра. Но не все, многие люди просто хотят стареть, загоняться, быть там стариками и все прочее. Я много вижу здесь семей, когда мужчины, например, второй раз женятся, или третий раз, когда у них много детей, они вот в поздние браки, я имею в виду, мужчины, когда в 50, в 55 лет становятся отцами, как они бегают с детьми, или я вижу семьи, например, в 40, в 45 лет наши выходят замуж за турков, которые тоже уже разведены, у каждого есть свои дети, а она еще рожает, ему лет в 40, в 45 лет, приезжая сюда, такая же, по сути, на вашу историю похожа, я вижу просто этих отцов и этих матерей, кому-то где-то физически может быть тяжело, уход за ребенком, в принципе, это нелегко. Если есть финансы на эту поддержку, помощь людей, нанять кого-то, окей, супер, карты вам в руки. И папы, короче, это все от вас зависит, от вашего себя ощущения. Вот вы себя чувствуете просто старой, проблемы с возрастом, на самом деле, базовое нежелание доверять, страхи, а ребенок просто это такое последствие, на котором вы акцентируете свое внимание. Пишите комментарии, что вы посоветуете девушке, как вы видите ситуацию, она попросила истории, счастливые, кто рожал поздно, рассказывайте девушке, как вы себя ощущаете, делайте на это акцент своей истории, физически, как было, поддержите ее, дайте правильные советы, как себя вести в такой ситуации, решаться на это или нет. Мой вот план очень простой был. Психолог, свадьба, ребенок. И там будете по ощущениям, вы просто с каждого с этого этапа можете всегда отдать заднюю, соскочить, если вам непонятно что-то, или вы неприятно себя ощущаете, как это вот все. Под видео оставляю всегда почту для записи на консультации, если вы готовы поделиться публично своей историей, разобрать ее вот так вот в видео, то пишите тоже на почту истории, я буду зачитывать их вслух и разбирать детально. Спасибо за ваше внимание, мне очень приятно, что вы ставите лайки, пишите комментарии за активность на канале, это очень важно, чтобы видео попадало в рекомендации, у него было больше просмотров. Если вам видео понравилось, отправьте его знакомой либо другу и подпишитесь на канал. Спасибо вам за внимание, скоро увидимся, всем пока.